Стартовый номер Стартовый номер Стартовый номер Стартовый номер Стартовый номер Транхейм и Фагернес совсем недавно. Фагернес был неделю назад, а Транхейм две недели назад. Ну и также остается напомнить, что два этапа чемпионата Европы впервые пройдут. Финальный этап и у нас это центр лыжного спорта Демина, город Рыбинске, Рославской области. 21-22 марта совсем скоро. У них, кстати, на трассе 14 марта лыжня России, то есть такие гонки массовые лыжные. И вот после лыжни они как раз проведут снегоходное соревнование. Ну и еще одно интересное международное соревнование пройдет у нас в апреле месяце. Это будет второй этап снежной битвы наций. Впервые проводили наше соревнование в России в 2013 году. У нас тогда победила команда Финляндии. У нас первая команда Финляндии, вторая команда и команда России заняла третье место. Но был немножко другой формат. Тогда было по четыре гонщика от команды. В этом году по три. В этом году победила команда Швеции. У нас второе место в команде Финляндии 2, Лука Ком. И третье место заняла команда СТК Ямбур. Итак, готовится процедура старта. Класса взрослые. Сверов справа стоит и сейчас он прессовал гусеницу в снег. Вот еще раз убрал подставку. Еще раз туда вбил. Потому что старт важен, конечно. Обогнать снегоход можно по трассе и нужно обгонять. Но, в общем-то, те, кто до старта получил преимущество, они имеют его уже. Итак, вот себе дороги. Такие, как мы говорим в мотокроссе, земляные работы. То в снегоходном кроссе снегоочистительные. Такие спортсмены себе готовят трассу для старта. Утаптывая дорожку, прессуя для того, чтобы не проиграть старт. Снегоход снабжен вариатором у нас. И поэтому для того, чтобы прогреть двигатель, спортсмены вынуждены использовать подставки специальные. То есть, когда вот эта же металлическая подставка у нас ставится в заднюю часть снегохода, можно газовать, крутить гусениц сколько угодно. А другого пути нет. Иначе он поедет у нас. Итак, готова стартовая машинка, стартовая прямая. 15 секунд до старта первого заезда класса. Взрослый суперспорт. Ну, по-старому мне лучше нравится суперспорт. У нас название. Чуть кто-то дернулся, но я не думаю, что здесь... Старт! Итак, погнали Скляров. Второй сейчас. Первый. Никишкин хорошо стартовал. И шестерка Рязанцев. Вот это трио у нас возглавила гонка. Шестерка Рязанцев и Никишкин. Скляров. Никишкин пытается вперед, Алексей, пройти. Не хватило скорости. Не хватило. Итак, первый из спинеров. Второй Никишкин. Третий Денис Рязанцев. Представители разных клубов. Янбург, Факел, Атлан. Кроме личной борьбы идет борьба в командном зачете. Ведь, собственно говоря, еще это важно. Итак, ну что, Скляров на секунду. Впереди Никишкин. Рязанцев 1,7. Карпман Яков неплохо стартовал на четвертом месте 3,9. Техтерев Артем на пятом 5,3. Мартюченко провалил старт только седьмой. Сволен восьмой. У нас вот такой у нас получился старт. Сейчас повтор для телезрителей вот этой борьбы. Этой борьбы, когда отстоял свое первое место Дмитрий Стыров. Прессинговал его Никишкин слева-справа. Пытался пройти. Ох ты! Вылет, кстати говоря, имел место быть у нас. Сейчас кто-то из лидеров, я просто прозевал в этот момент, отправился за отбойник. Итак, Денис Рязанцев. Денис Рязанцев здесь, собственно, на грани холла. Он тоже вел снегоход. Итак, Склиров, Никишкин, Рязанцев. Лучший круг гонки у нас у Склирова. 58,101. У Никишкина 58,85. Рязанцев минута. Пехтерев минута иль два. Карпана обогнал. Вот-то, похоже, вылетел у нас Яша Карпан. Вернулся, но одну позицию у него отыграл Артем Пехтерев. Смолин обошел Мартюченко и в итоге Смолин шестой. Мартюченко седьмой. Мартюченко сам, получается, отыграл позицию. Итак, единичка Склиров, 16-й Никишкин, шестерка Рязанцев, 27-й Пехтерев, 15-й Карпан. Дмитрий Склиров, молодой гонщик, 26 лет. 22, что-то я ему добавил. 22 ему, конечно, собственно говоря. У нас Карпан, кстати говоря, Пехтерев опять обогнал. И Яша на этом круге вышел на четвертое место. Он три раза выиграл молодежку, два раза по юношам и один раз по юниорам. Но на чемпионате взрослым пока дела, собственно говоря, шли не лучшим образом. Второе и третье место у него за два сезона, 13-го и 4-го года. Дмитрий Склиров, участник чемпионата мира, неоднократный. Он, кстати, лучший из гонщиков на чемпионате мира 12-го года. Из россиян он занял 13-е место. 16-й был в прошлом году в Швеции, в Шалифтео на чемпионате мира. Потенциально очень быстро и, собственно говоря, вот он сейчас это доказывает, лидируя в чемпионате России. Итак, борьба за второе место. Денис Рязанцев догнал Никишкина здесь вплотную. Саркапут уже круг проигрывает. Семерочка проблемы у этого гонщика. Итак, Карпан Пехтерев. О, Смолин Пехтерев прошел, кстати говоря. Пехтерев две позиции проиграл. Артем седьмой сейчас. Алексей Никишкин на втором месте. 16-й стартный номер. Гонщик из Самары. Самарский спортсмен. У нас неоднократный чемпион страны по мотоциклетным гонкам эндуро. Призер кубка и так далее, и так далее. Их два брата. Никишкин оставший сейчас идет на втором месте. А младший топ-10 замыкает. И зрители видят Склерова. Симпатичную физиономию на бегущей строке. И вот то, что я вам озвучивал. Склерова очередной круг завершает. 58 и 6. Чуть медленнее. И так вышел Рязанцев на второе место. Досидел Никишкин. Никишкин третий. И с Рязанцев сейчас бросился в догонку за лидером. Действующий чемпион России. Двукратный сезон в 2014 и 2013. Денис, кстати говоря, на международных соревнованиях очень здорово выступал. На Clash of Nations 2013 года он занял седьмое место, выиграв один из финалов. Это столкновение наций, которое в Швеции проводится часто. Итак, телезрители у нас видят Склерова. Который 6,7 выиграл на предыдущем круге. Сейчас мы посмотрим. Вот сейчас он линию финиша преодолел. И так будет догонять Рязанцев или нет? Пока нет. На две десятки Стеров быстрее прошел. Никишкин минута 0,2. Отстает уже на 11 от лидера. Карпман. Карпман быстрее Никишкина, кстати говоря. Яша борется за четвертое место. За третье. За третье. Он идет и так четвертое. Смолин чуть медленнее Карпмана. Ну, Юферев восьмой сейчас дебютант как бы этапы. Но он давно гоняется. Просто он первые этапы пропустил Сергей Юферев. Ярославский горщик. Сверхиmist Парmag вот так подобрать. Если мы будем рассладήσем к Карпану, Сверхинизу подыхнули. Ярославский горщик. Через твердый парня. Он решается почитать по данному, Быстрая unbelievable. Конец широко Native French. Разработал нож. О труду. У вас есть работа, конечно ли в путешествие. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, продолжается у нас заезд, продолжается заезд, восьмой круг, восемь минут заезда закончилось. Собачка по трассе, похоже, бегает. Еще или нашли ее, собственно говоря. Итак, 6.66 проигрывает Денис Рязанцев. 6 секунд, 66 сотых. Такое символическое число. Никишкин проигрывает 18 уже. Кстати, сейчас чуть быстрее Денис Рязанцев, чуть быстрее у нас Склерова. Но почти 7 секунд отыграть не так и просто. Уже есть круговые Коренченко, Саракапут. Но у Саракапуда с самого начала что-то не заладилось. Вот сейчас он идет в круги. Минута 10, минута 8. При том, что лидер 59 секунд. Вот лидер у нас сейчас преодолевает. 59 как раз. 188. Очень быстрый круг в исполнении Склерова. Рязанцев 58,2. Рязанцев на секунду быстрее. Может быть, круговые помешали. И уже 5,7 разрыв. 5,7. Смороков уже в круге на 10-м месте. 14-й номер. Двукратный победитель молодежки по юношам. Итак, Смолин прошел Карпана. И Смолин вышел на 4-е место. 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 Смолин вышел на 4-е место. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...